В эфире новости на своем студии Роман Выстараб. Здравствуйте! И коротко о том, что вы увидите в этом выпуске. Жизнь без ограничений. Как на Ставрополе помогают ветеранам спецоперации? Погодные сюрпризы. Как изменилась дорожная обстановка из-за снега? Благоустройство территорий. Какое общественное пространство создали для жителей Грачевки? Три автомобиля с ручным управлением отправились к опытным водителям. Ветеранам спецоперации, которые получили на передовой тяжелые травмы, передали транспорт, который облегчит им жизнь. Кому-то автомобиль поможет в работе, а кто-то собирается навестить родственников. О дальнейших планах ветеранов узнала Анастасия Толстолуцкая. Ветеран спецоперации Борис Петриков получил серьезное ранение на передовой. Позади протезирование и реабилитация. Сейчас парень развивается в предпринимательстве и занимается изготовлением косметических накладок на протезы. В работе Борису просто необходим транспорт. Помогло государство. Теперь ветеран СВО – обладатель автомобиля с ручным управлением. На самом деле еще до сих пор не верится. Просто я знал, что идет вручение автомобилей, подавали документы, но не верится. Радуется за Бориса и его мама. Наталья Александровна во всем поддерживает сына. Мама, как всегда, в последнюю очередь об этом узнала. Это сюрпризом было. Вообще, конечно, очень рада, потому что он прошел очень тяжелый путь. Такое тяжелое ранение. И восстановился. В общем-то, я им даже очень сильно горжусь, что он молодец, он справился. С семьей приехал Дмитрий. После тяжелого ранения мужчина не опускает руки, занимается спортом, активно участвует в различных соревнованиях. А еще очень рад новому автомобилю. В первую очередь, наверное, до родителей съездим. А потом будет видно, может, в Сочи поедем на них, конечно, на соревнования. Вот у нас соревнования будут. Загрузимся всем фондом и поедем на машинах туда. Нвер тоже планирует навестить родных. А вот его супруга хотела бы отправиться в путешествие. Да, уже наметили, куда поехать. Куда, если не секрет? Да не секрет. К родственникам в большей степени. Они нас тоже давно приглашали, но все возможности никак не было. А тут с приобретением, с получением машины от государства, думаю, что все дороги для нас теперь открыты. Будем путешествовать, мини-путешествия. Мы так любим всей семье, в принципе. Это не помешало нам ездить, он за рулем, как бы все нормально. Три автомобиля с ручным управлением, ветеранам, получившим тяжелые травмы во время спецоперации, передали по инициативе Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Идею поддержал президент России Владимир Путин. Эти автомобили рассматриваются не как роскошь, а как средство, техническое средство реабилитации. Есть определенные требования по показаниям к здоровью, к состоянию здоровья. Показания, как правило, это двойная ампутация нижних конечностей. И это нарушение центральной нервной системы, которая вызвана тем, что парни не могут ходить, а ездят в колясках. А чтобы ветераны могли прочувствовать новые автомобили и познакомились с транспортом поближе, организовали автопробег. Поездки-то готовы? Конечно. Как видите, уже все, я уже завелся. Также провели совещание межведомственной комиссии, где обсудили поддержку наших бойцов и членов их семей. А познакомились с теми, кто никогда не сдается. Анастасия Толстолуцкая и Артем Хорошилов. Ставропольское телевидение. На Ставрополье пришла зима. Сильный ветер и снегопад отмечают в разных территориях края. В социальных сетях разразились настоящие споры на эту тему. Кто-то жалуется на пробки и общественный транспорт, а кто-то почувствовал новогоднее настроение. Сейчас на одной из улиц краевой столицы работает мой коллега Илья Белозеров. Он готов поделиться актуальной информацией по дорогам с Саврополя. Илья, здравствуй. Как обстановка? Расскажи нам. Здравствуй, Роман. Здравствуйте, дорогие телезрители. На самом деле, обстановка сейчас в городе спокойная и понятная. Но вот что было несколько часов назад и вчера, это на самом деле нам сейчас и предстоит объяснить и рассказать вам. Сегодня, 5 ноября, наша редакция может объявить, что зима пришла на улицы Ставропольского края и не только в краевую столицу, но и в другие территории. Еще вчера отмечались порывы ветра до 30 метров в секунду. Ближе к вечеру столбики термометров отпустились до отрицательного значения. Пошел снег и отмечалось большое количество аварий. Из-за большого ветра, сильного ветра, поваленные деревья можно встретить чуть ли не в каждом дворе краевой столицы, ну и в других территориях. Вообще из-за этого в социальных сетях разгорелся настоящий резонанс. Все обсуждают вот как раз эти деревья, ситуацию на дорогах, пробки и работу общественного транспорта. Например, вот знакомые мне рассказывали, что в краевой столице с 204 квартала просто невозможно было уехать. Люди стояли по полчаса, пропускали мимо, то есть смотрели на мимо проезжающие автобусы, переполненные. И, конечно же, просто некоторые даже не смогли уехать и приходилось ехать на своем автомобиле, но на летней резине. Мы, конечно, так не рекомендуем делать в такую погоду. Либо пользоваться услугами такси. Вот как раз такси сегодня утром просто стоило заоблачных денег. Если, допустим, за поездку обычно ты отдаешь 300-350 рублей, то тут можно было и тысячу, и так далее, чуть ли не в рассрочку брать автомобиль. И вообще, если мы сейчас обратимся к интерактивным картам города Ставрополя, то увидим, что популярный агрегатор оценивает дорожную ситуацию на 4 балла. В принципе, для 13.00, для такой погоды снежной, это довольно хорошая оценка. Значит, что проехать можно и, в принципе, дождаться транспорта. Нам также отображаются автобусы и троллейбусы, которые уходят. В принципе, сейчас видим, что они есть. Все-таки туда забраться можно. Мы пока готовились к эфиру, проезжали автобусы. В принципе, да, они были пустыми. Если сейчас взглянем на остановку, все-таки довольно большое количество людей, все-таки для 13-ти часов. Если вы, например, стали свидетелем внештатной ситуации, которая случилась у вас в городе, вы можете, конечно же, присылать нам в соцсети. А сейчас у нас есть возможность пообщаться с жителем города Ставрополя. Он как раз и расскажет, каково было добираться сегодня до работы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Олеся. Олеся, вот расскажите, вы в Старополе живете, правильно? Как сегодня утром было с дорогами? Да, сегодня утром с дорогами было не так уж и затруднительно. Я добралась на работу очень быстро. Стояла на остановке буквально две минуты и общественный транспорт доехал. Ну, вам прям лотерейный билетик можно покупать. Мне повезло. А вообще, в принципе, ну вот, наверное, мимо же ехали. Может, аварию встречали или что-то, какие-то эксцессы? Нет, аварии я не видела. Я видела просто деревья, которые упали. Видела, что люди на остановках, да, стояли, большое скопление людей. Но в целом ничего сложного нет, не видела. То есть можно, в принципе, хорошо оценить? Все готовы были к снегу у нас в Старополе? Ну, все ли были готовы, не знаю, на самом деле. Кто как. Хорошо, спасибо вам за информацию. Мы будем продолжать эфир. Спасибо. Вообще, на самом деле, и правда, в принципе, мы можем увидеть, что дороги в Старополе расчищены. Как нам рассказали в Миндоре Ставропольского края, только за эту ночь в Старополе песчано-соляной смеси насыпали на дороге 1200 тонн. В принципе, мы на этом будем заканчивать. Я буду передавать слово коллегам в студию. Роман, расскажи, я знаю, что ты приехал на машине сегодня, а ты успел переобуться? Как на дороге были дела? Спасибо, Илья, большое за вопрос. Действительно, сегодня он достаточно актуальный. Многие не успели. Я позаботился об этом заранее. Поэтому сегодня я наслаждался погодой. И, наверное, как и другая половина людей, которые вообще в социальной сети говорили, что появилось новогоднее настроение, вот я, наверное, один из тех. Потому что резина зимняя, за окном снег, прекрасная погода. Каких-то проблем на дороге я тоже не заметил. Дороги чистые. Я надеюсь, я не один такой. И у всех у нас новогоднее настроение уже будет немного ближе. Ну что же, мы переходим к следующим новостям. День народного единства в Старополе провели... В День народного единства в Старополе провели первый этнический фестиваль музыки «Песни ветра». Выступили местные музыканты и коллективы из различных городов. А еще для гостей подготовили увлекательные мастер-классы. Это лепка из глины, плетение ловцов снов и многое другое. Ярмарка от местных мастеров и разнообразная еда порадовали тех, кто любит спокойный отдых. Место для фестиваля тоже выбрали особенное. Поляна археологического природного музея-заповедника «Татарское городище» не в первый раз принимает гостей и жителей города Старополя. Я думаю, что здесь понятно, почему этническая музыка и День народного единства. У нас на территории города проживает более 120 национальностей. И название сегодняшнего фестиваля «Песни ветра», оно вообще, в принципе, полностью соответствует, мне кажется, духу нашего города. Это гостеприимство, это миролюбие, и это ветра, которые у нас дуют, выдувая все нехорошее, что только можно с нашей территории. А уже в 19.30 смотрите сюжет о событии. Наш корреспондент подробнее расскажет, как прошел первый фестиваль этномузыки. И к следующим новостям. В станице Беломичетской обустроили новую спортплощадку. На ней постелили специальное покрытие, обустроили ограждение и установили спортивное оборудование. Работы провели по губернаторской программе поддержки местных инициатив. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В Грачевке благоустроили аллею «Единство». На территории пространства оборудовали прогулочную зону, обустроили детскую площадку и игровой городок. Установили скамейки, урны и арт-объекты, сообщили в региональном Миндоре. Благоустроили аллею по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекты «Жилье» и «Городская среда». В Ипатово капитально отремонтировали три дорожных участка, которые ведут к социально значимым объектам. Работы провели на улицах Ленинградской, Советской и Циолковского. Обновили 3,5 километра покрытия проезжей части, сообщили в региональном Миндоре. Также на отрезках нанесли разметку и установили знаки. Ремонт провели по краевой программе развития транспортной системы. В Козинке продолжается строительство врачебной амбулатории. Специалисты обустраивают кровлю, прокладывают коммуникации, а также проводят отделочные работы, сообщили в региональном Минздраве. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию. Возводят амбулаторию по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. На этом у нас все. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также я напоминаю про телефон для ваших обращений 8 928 350 80 70. В студии был Роман Выстроп. Я с вами прощаюсь. Далее в эфире Алексей Форсиков с прогнозом погоды. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на вторник, 5 ноября. Главная новость. Похолодание продолжится и ветер сильно слабее не станет. И не смотрите, что градусы пока еще плюсовые. По ощущениям будет как будто бы примерно минус 3, минус 5. Центральные территории края. Здесь самый прохладный город. Конечно, Ставрополь. Всего лишь плюс 2 пасмурно, а ветер 8 метров в секунду. Изобильный ветер 7 метров в секунду. Пасмурно и плюс 5. Невиномыск ветер 8 метров в секунду. Минводы ветер 9 метров в секунду. Небольшие дожди и тоже плюс 5. Но мы этому не верим. Световой день 9 часов 59 минут. Ковминводы. Во всех городах дождь со снегом при сильном ветре. А вечером в Кисловодске и Пятигорске возможен в себе такой обычный снег без дождя. Ветер до 6 метров в секунду в Кисловодске, Железноводске и до 8 в Пятигорске и Сентуках. Днем же от плюс 5, не верим, в Пятигорске до плюс 2 в Кисловодске. Север края здесь. Во вторник пока без осадков просто пасмурно. А ветер сильный 8-9 метров в секунду. И днем эти вот поддельные плюс 6. Нефтекумск и Буденновск небольшой дождь. Ветер 8 метров в секунду принесет его на восток края. Днем также 5-6 тепла. На сегодня о непонятной погоде все. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА